В прошлом году на Московском авиакосмическом салоне 2013 мы сдали штатную модель нового космического корабля совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия». Этот корабль предназначен для полетов на орбиту, на МКС и на Луну. Это первая вещь. Вторая вещь. Мы сейчас работаем в связке с заводом «Златмаш», златоустовский машиностроительный завод, холдингом «Швабе», это «Оптика» и Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения по созданию прототипа солдата будущего. Это солдат будущего третьего поколения, который будет создан в ближайшее время. Это основное. Сейчас проект идет. Мы начинаем проект по концепции новой компактной подводной лодки суперскоростной, которая сможет передвигаться под водой со скоростью 500 км в час. Не 50, а 500 км в час, как самолет в воздухе. И, соответственно, еще один проект, который представлен здесь, это совместно со Строгановкой, Строгановской академией, это ледокол, малое ледокольное судно, которое может использоваться двойного назначения, как у нас сейчас принято говорить. Оно может быть научно-исследовательским, оно может быть военным, оно может быть туристическим и иметь на борту такую подводную лодку для обслуживания подводных станций добычи полезных ископаемых. Потому что надводные, к сожалению, не очень, ну скажем так, не всегда экологично. Конечно, переход от материального мира к цифровому можно видеть здесь, на Иннопроме. Здесь представлены объекты робототехники, это все то, что приближает человечество к цифровой эре. За те три года, которые я здесь бываю, все, что я вижу, свидетельствует о переменах. И очень важно добавлять к этому дизайн, потому что очень часто люди думают, что дизайн — это форма и стиль, а на самом деле — это привнесение идеи в предмет. Потому что очень важно, чтобы у товаров, которые здесь представлены, которые сделаны с помощью технологий, специальных, особых, был очень хороший дизайнер. Ну, давайте так скажем. Для начала это не проблема. С самого начала давайте обозначим. Дело в том, что мировая практика зимних факелов, это очень важно понимать, зимних факелов, гаснет 5% от произведенных. В нашем случае меньше 1%. Из 20 тысяч, ну, каким-то образом погасло порядка 63. Вот, это совсем мало. У нас мировой рекорд по качеству горящих факелов. Поэтому, если пресса, вы в том числе, хотите об этом поговорить, почему они гаснут, я вам объясняю. Они не гаснут. Меньше 1%, в отличие от, например, ванкуверского или туринского, у которых было 5% погасших. Но там пресса радовалась событию. А здесь все подонки. Что бы я сделал, если бы начал работу сначала? Я бы стал работать с маленькой фирмой, которая производит товары. Я работал бы с этой фирмой очень тесно, чтобы преподнести их товар миру. Чтобы потом из маленькой компании вырос большой бренд. Однажды я работал с одним таким производителем. Эти люди вошли ко мне в офис, и у них было очень мало денег. Но мы превратили их компанию в большой бренд. И теперь оборот этой фирмы миллиарды долларов. Вот что я бы сделал, если бы стал молодым. Я забыл бы про игрушки, про какие-то художественные вещи, про дизайн мебели. Я работал бы с реальным производителем.